Девчонки, всем привет! Я думаю, что с каждым из вас была такая ситуация, что после болезни ваша кожа имеет не наилучшее состояние и выглядите вы уставшей. Но можно сделать вот такой вот легкий, быстрый, фрешевый макияж за 5 минут, который преобразит, я думаю, что любую девушку и сделает ее отдохнувшей. Этот макияж я делаю в последнее время после болезни, как вы видите, моя кожа не совсем в лучшем состоянии, так как вирус на меня вот так вот подействовал, и сейчас мне нужно это все скрыть. Я нанесла сначала базу под макияж, теперь я наношу легкий тональный крем от Trend It Up, в скором времени я вам о нем расскажу. Наношу его спонжем от Real Techniques, легкими-легкими движениями, совсем чуть-чуть, все воспаления мы будем потом перекрывать точечно консилером. Нам нужно всего лишь выровнять тон лица и придать такую свежесть, фрешевость, то что нам в принципе и даст эта тональная основа. Далее я наношу камуфляж от Catrice, точно на все мои воспаления. Оставляю их немного на коше зафиксироваться и пока наношу свой любимый на данный момент консилер от Yves Saint Laurent, чтобы спрятать немного наши синяки под глазами. Опять же это все растушевываю спонжем от Real Techniques. И при помощи пальчиков я растушевываю мой камуфляж. Он уже уселся на высыпаниях и неплохо их скрыл. Осталось немножечко просто растушевать края. Затем я фиксирую консилер под глазами при помощи пудры от Trended Up. Мне эта пудра очень нравится, я уже второй раз ее покупаю, вам неоднократно о ней рассказывала. Очень бюджетный, хороший вариант. И затем наношу жидкий хайлайтер от Beko в оттенке Opal на все эти места, которые я хочу подсветить. Растушевываю опять же все пальчиком, мне так удобно. Растушевываю опять же все пальчиком. И все фиксирую пудрой от Trended Up. Далее я буду использовать помадку для бровей от Love. Неоднократно тоже вам о ней рассказывала. К сожалению, мне уже сказали, что это была лимитированная коллекция, и ее невозможно купить в магазинах. Чему я очень расстроена, потому что помадка действительно стоящая. Далее я наношу бальзам для губ от Beoderma. У губы очень пострадали во время вируса. И наношу бронзер из палетки KIKO Smart в оттенке номер один. Наношу его совсем чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok Из этой же палетки я использую румяна. Они матовые, но они замечательно подсвечивают лицо, делают его более отдохнувшим, фрешевым. Опять же наношу их совсем-совсем чуть-чуть. Мы не хотим перегрузить лицо, мы хотим лишь немного сделать более лучше. И дальше я использую базу от ZOEVA. Наношу ее пальчиками. Затем я буду использовать палетку от Makeup Revolution и все такие оттенки припыленной розы. На данный момент я наношу один из самых светлых, матовых, на все подвижное веко, а также хорошо прорабатываю складку века и наношу на нижнее веко. Все это я наношу при помощи своей любимой кисти от ZOEVA 228. Затем я использую светлый шиммерный оттенок из этой же палетки, опять же, припыленной розы. Наношу его на все подвижное веко припечатывающими движениями. Этот оттенок придаст свежести взгляду. Затем я беру свою новинку, это кремовые тени от H&M. Светло-розового оттенка, они более такие, как слюда. Наношу их пальчиком и затем сухим чистым пальцем растушевываю. Совсем немного, чтобы придать яркости глазам, но при этом не перегрузить, нельзя делать слишком праздничные глаза. Все-таки это дневной макияж. Затем я рисую стрелки при помощи подводки от тайка. И только на верхние ресницы я наношу тушь от Lancome Hypnose. Затем я использую свою любимую помаду от Trendy Tab в оттенке, опять же, припыленной розы. Мне этот оттенок очень подходит. Также подойдет всем голубоглазым, серо-голубым глазам девчонкам. И будет очень хорошо освежать лицо и делать его таким более отдохнувшим и свежим. Ну вот наш прошлук готов. Я надеюсь, вам было интересным и полезным это видео. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok